всем привет по традиции как всегда включился холодильник буквально за 2 секунды до того как я нажал на кнопку о записи а речь сегодня пойдет о вот таких берцах подогнал мне человек в общем я ему добряк сделал он мне вот добряк в виде берцов сделал берцы faraday были в простой коробке в нем не было их нести немножко не сподручно никаких в рюкзак положил в общем коробку и оставил но я переписал название как бы там было указано что фасон колодки 96 222 вот так назывались не знаю моделью это можно считать или именно какой-то там модель подошвы в общем обозначение были такие очень шнурки я даже не распрямлял не заправлял вот как они были вот так вот в дед их в нижние я даже не знаю как назвать в общем в эти люверсы петельки так вот их и оставил в общем давайте посмотрим берцы поподробнее берцы сделано из кожи качество прям приятное каких-то заметных ниток косяков не прошить и нету подошва и резиновая вот сейчас вы можете видеть какой протектор размер значит указан 42 он же 270 здесь надпись faraday и что-то еще написано но буквы такие заплавленные плохо читаемые пятка не могу сказать что это усиленная идет подошва и кожаная вставка и заметьте вот на месте сгиба сделано такое некое окно с более мягкой гибкой вставкой подошва не пришитая следов клея не видно либо был клей черный либо как-то подошва сажается на основу на эту кожаную методом горячего литья на горячую так уж я не знаю технологии носок жесткий что-то там как будто вставочка есть какая-то упругая на пятки кстати тоже берцы имеют скажем конструкцию сапога то есть язык у них цельный вода не попадет можно по лужам ходить значит раз два три 4 5 6 7 8 9 по девять вот этих люверс с каждой стороны задняя часть мягенькая вот эта вот ставочка имеется петелечка для более удобного одевания так даже вот еще картонка внутри вставлена совершенно новое значит внутри мы видим клеймо за компания faraday город москва ту так 270 42 размер я заметил здесь и на подошве буква с стоит как я понимаю это обозначается полнота средняя на ногу я померил их они мне нормальные по ширине все отлично хотя я в основном ношу обувь широкую но вот эта модель мне подошла в принципе нормально немножечко может быть чуть-чуть они в носке мне длинноваты но я думаю если будет размер меньше то уже будут возможно впритык и на какой-то теплый там носок их уже не оденешь да они не зимние но все но где-то в каком-то демисезонный там весна осень по лужам в дождь какой-то пройти носочек теплый какой-то махеровый не помешает так шнурки длинные внутри светлая кожа в районе пятки нашита темный кусок кожи аналогичный что-то этому но явно потоньше наверно вот такого плана стелька какая-то приклеена что ли достать достать друзья стельку не получается возможно приклеена но она с таким ворсистым синтетическим покрытием негольная кожа не синтетика какая-то гладкая что-то вот какая-то такая бархатная у нее скажем так основа мелкая такая ну приятная на ощупь узнаете до этого у меня как-то были берцы фарадей много лет я в них проходил и значит у них подошва была кстати в ком-то видео про берцах сн есть я их показываю все они там у меня развалились подошва была по принципу как кирзача что ли с кожаными прослойками и потом набита уже резина как-то по-моему крокодилами даже называют что-то подобные берцы кстати хотел взвесить берц сейчас минутку попробуем как раз здесь ухо есть за которые мы и взвесим это дело так значит белец весит ну кило 650 будем считать тяжеленькие достаточно оба берца будут получается более чуть более трех килограмм на запах обувная кожа никакой галимой синтетикой какими-то растворителями клеями не пахнет то есть я думаю будут они не вонючим в этом плане конечно сушить проветривать надо кстати внутри шов сделан стык гладкий ногу натирать не будет вообще вот такие берцы тяжеловатые но думаю куда-то ходить них в сырую погоду по влажной траве какой-то в дождь в принципе будет нормально не промокнут в отличие от моих облегченных с н которые сделаны из ткани и длительную влажную среду они не выдерживают и у меня неоднократно в них промокали ноги но сухую погоду в россии нах мне очень нравится ходить они легкие нога в них особо не потеет в общем комфортно в них породы конечно в этом плане не могу сказать что хуже или лучше да они дождь выдержат в жару наверно будет в них душновато хоть и натуральная кожа будет влагу впитывать но все равно ну и тяжелее не конечно в общем друзья похвалился своей обновкой своим подарком подгоном так сказать в общем вот такие вот берцы кстати не знаю друзья как качество видео будет это первое тестовое видео на камеру nikon 1 j3 снимаю с разрешением 1800 на 60 кадров в общем посмотрим их посмотрим в общем посмотрим качество видео от этого фотика ну все друзья на этом все это такой был краткий обзор поделился свои обновкой в общем ну и вам всего хорошего и удачной вам и удобной обуви